Но у нас есть очень хорошая новость. Россия должна быть в числе мировых лидеров в лечении рака. Президент Владимир Путин поручил создать целую систему борьбы с онкологией. Чтобы вовремя диагностировать недуг и назначить правильное лечение, нужно пройти обследование. Но не в каждом городе есть специальные клиники. В прошлом году в Челябинске открылась новая поликлиника при областном онкологическом диспансере. Построили ее по поручению губернатора Бориса Дубровского. Поликлиника работает почти полгода. В чем ее преимущество? И удалось ли решить проблему с очередями, которая была в старой поликлинике? Расскажут нам. Расскажет Артур Ишпулатов. Он выходит с нами на прямую связь. Артур, как обстановка? Есть ли очереди? Как ведется прием? Доброе утро, коллеги. Давайте для начала вспомним, какие приоритеты южноуральские власти расставили еще осенью прошлого года. Общество, бизнес, власть. Почему общество оказалось в верхушке этой пирамиды? Да потому, что человеческий капитал – главная ценность страны. И о его здоровье нужно заботиться. Об этом и Путин в своем послании говорил. И добавил – давайте бороться с раком. И тут решение южноуральского губернатора попало прямо в цель. Два года назад по его поручению начали строить новое здание онкополиклиники. До этого врачи работали в здании, которое построили в 1947 году в качестве общежития для рабочих. Поликлиника туда переехала в 60-х. Наша съемочная группа своими глазами видела маленькие коридоры, маленькие кабинеты. Это было и неудобно и для врачей, и для пациентов. И вот в ноябре прошлого года новое здание открыло свои двери для пациентов. В чем преимущество? Да в пространстве здесь установили более 70 суперсовременных аппаратов. Это и цифровой мамограф, и томограф – гордость онкоофтальмологов, которые позволяют диагностировать опухоль на ранней стадии и получить заключение диагностики в день приема. А это важно, потому что здесь почти 90 тысяч человек состоит на учете. И это не только южноуральцы приезжают сюда, и из соседних регионов. Решилась ли проблема с очередями? А вот давайте мы и спросим у заместителя главного врача Ворошина Натальи Владимировны. Доброе утро. Скажите, улучшилась ли ситуация с потоком людей? Сколько врачи принимают за один день? На сегодня, наверное, даже поток пациентов у нас увеличился в новую поликлинику. На 100 пациентов мы принимаем больше. Естественно, условия пребывания пациентов и их родственников значительно улучшились. Здесь мы видим светлые коридоры, множество скамеек, место ожидания, где пациенты или их родственники могут дождаться приема. Попадая в нашу поликлинику, пациент проходит не одного врача. Это консультативная поликлиника. И в день приема пациент может посетить двух, трех и более врачей, пройти обследование. Также мы здесь смогли разместить у нас два приема терапевтов. Это для пациентов, которые поступают в состояние средней и тяжелой степени тяжести, сопутствующие патологии. Консультируют врач-анестезиолог, консультируют невролог. И это тоже, конечно, значительно улучшило нашу работу. Отлично, спасибо большое. Ну вот о преимуществах поликлиники мы, в принципе, все и узнали. Коллеги, вам слово. Спасибо, спасибо, Артур. Напомним, на связи был наш коллега Артур Ишпалатов. Следите за своим здоровьем, вовремя проходите осмотр и укрепляйте здоровье витаминами.